Сегодня мы будем пить фруктовый чай с Дианой Ахатпур, и беседа обещает быть очень интересной. Пройдемте. Это фруктовый чай, который мы сегодня с тобой будем пить. Пройдем. Диана, могла бы представить, что ты будешь настолько знаменитой, что даже интервью будут твое хотеть брать? Нет. Когда-нибудь представляла, что люди будут тянуться к тебе, будут хотеть именно с тобой пообщаться? Я представляла свою жизнь, я знала, что будет, что у меня будет такое будущее и так далее. Но о популярности я даже не мечтала, если честно. То есть моя цель не была быть популярной. Я просто хотела жить хорошо. Как-то так получилось. Хотела позволить себе все и так далее. Это все, да. Но о популярности я не мечтала никогда. Даже не планировала. Тогда, я думаю, нам надо в корни уйти, посмотреть, как в семье вы относились друг к другу. Мама как, папа как, с кем какие отношения были. Может быть, потому что, наверное, то, кого мы сейчас видим, это, наверное, результат мамы, папы, семьи. Или же это больше над собой работа, и мы сейчас такое видим. Я... у меня была очень сложная жизнь. Мои родители никогда ни в чем не поддерживали меня. Никогда. Я всю жизнь шла против них. Всегда. У меня всегда была свое я. Я всегда делала то, даже то, чего нельзя было делать. Я делала, потому что у меня этого хотелось. Родители знали о том, что ты делала? Они не знали. Я скрывала. И... Ну, даже... Все началось с детства. Даже там. Со школы, скажем так. Они мне не решали, допустим, короткие юбки носить. А я все равно носила. То есть они не знали даже об этом. Я ходила в длинные юбки. Я переодевалась у подруги и шла в школу, не знаю куда. Но я все равно делала свое. Делали я правильно или нет, это уже вопрос... Наверное, времени или... Нет, вопрос очень спорный. Вопрос очень спорный. Для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. Но... Я просто хочу сказать то, что... Я всегда шла против них. А против общества или только против родителей? Против общества тоже. Тоже? Да. Родители не одобряли, не поддерживали? Мои родители меня ни в чем никогда не одобряли. И никогда не поддерживали. А брат-сестра есть? И брат, конечно. Да. Тоже против был? Да, конечно. Не поддерживал ни одного? Никогда. Интересно. И все равно, не имея поддержки близких, ты все равно вперед шла. Я достигала своих целей. Так получается. Круто. Мама с папой по национальности. Потому что интересная внешность у тебя. Поэтому мне всегда самой было интересно. Там примесь какая-то должна быть. То, что необычная внешность. На самом деле много смесей у меня нет в крови. Мама у меня азербайджанка, папа наполовину русский, наполовину азербайджанец. То есть бабушка у меня русская. Это всего лишь чуть-чуть русской крови такую красоту создала. Ну вот 25% русской крови. Дало все знать. Дало, да. Там рос, скажем, цвет глаз и так далее. Да. Я взяла от бабушки. А еще цвет глаз же красивый. Да. Азербайджанцев редко бывает. Голубой цвет. Голубой, да, по-моему? Зеленый. Зеленый. Да. А на кого училась? Вообще закончила или что-то? Я поступила в художественную академию. Я закончила. Я училась на дизайнера. И вот в принципе это была моя цель. Потому что я с детства хотела стать только дизайнером. То есть другой какой-то цели у меня не было. То есть я никогда не хотела стать учительницей, врачом. Это все было скучно для меня. Именно креатив. Создавать что-то интересное и новое. Да. Но, по-моему, после университета ты не работала по специальности. Нет, я не работала. На самом деле в то время еще так не была развита эта сфера. Ну да, в общем-то. Да, на тот момент отелей не настолько развита была. И, по-моему, ты начала карьеру тогда модель, насколько я знаю. Да, я училась. Я училась и одновременно работала моделью. А, это одновременно все происходило? Мне было 19 лет, когда я училась на втором курсе, когда я начала работать моделью. И сколько лет проработала моделью? Четыре года. До двадцати трех лет. Двадцать три года. Немало. Четыре года. В общем, модель-то всегда в большинство времени начинает именно с раннего возраста. Но планов на модель не было, да? Это просто так получилось? Абсолютно нет. Я была на одном, скажем, мероприятии. Я работала. Кстати, я училась в Академии художественной. Одновременно я работала визажистом. Даже? Я работала визажистом. Я копила просто деньги. Я училась на платном, копила деньги, чтобы сама платить за образование, чтобы не быть, скажем, обузой для родителей. Мне кажется, похвально. И как-то на одно мероприятие я красила девушек. Как раз-таки там были девушки, скажем, модели. И там меня увидела женщина, владелица агентства. И сказала, вижу, смотрит на меня, говорит, а ты не хочешь стать моделью? Сама не хочешь стать моделью? А у меня даже в планах такого не было. Не было. То есть я никогда не стремилась к этому всему. И я говорю, ну, можно. На самом деле у меня всегда была цель заработать больше и больше. Я подумала, если есть такая возможность, почему нет? Вот она дала мне свой номер. И она мне там же сказала, завтра у нас кастинг в 6 часов. Если хочешь, проходи. Я пошла на кастинг, и мой первый кастинг, и меня выбрали. И первый показ какой был? С первого кастинга меня выбрали, но это был не показ. Это была выставка в экспо-центре. Точнее, не экспо, сейчас я скажу. Гейдара Леева, Маркеза. Да, центр Гейдара Леева. Ну, в общем, была выставка, и мы работали на выставке. Наверное, представляли компанию. Представляли компанию. Это вот совсем в корни уходило. Откуда все это, в общем-то, все начиналось. Да, как все началось. Я никогда не рассказывала об этом, кстати. А какие трудности были именно в работе модели? Потому что это нелегко, я знаю точно. Ну да, с 10 до 6 стоять на каблуках и сидеть разрешают только в обеденный перерыв, скажем, на выставках. Это все нелегко, ноги, конечно, сильно болели, но особой сложности не было. Больше как хостаж шло? Нет, я участвовала на показах, я участвовала в конкурсах красоты и так далее. В местных наших? Я стала вице-мисс Азербайджан в 2012 году, да, по-моему, или 2011, не забыла. Ладно, год забудем. Не важно про год, главное, что факт это было. Да, я стала вице-мисс Азербайджан, вице-мисс, второе место. Да, первое. А тогда кто выиграл? Первое, как всегда, купили. Ну, зато второе-то не купленное было, выиграл. Нет, это было точно не купленное. Значит, трудности больше были то, что вот на каблуках надо было постоянно быть и так далее. Потому что очень часто я слышала, что именно к моделям какое-то предвзятое отношение бывает на мероприятиях. Именно это когда-нибудь чувствовала, чтобы кто-то как-то, ну, не так относился, как должны по идее. Потому что у нас есть вот это разграничение, ты модель, я хозяин, там, или ты то-то. Бывало такое? Когда-то, я помню, конечно, конечно, бывало. Когда-то, я помню, мы стояли у двери, скажем, встречали гостей на каком-то мероприятии или на свадьбе. Женщины проходили и смотрели сверху вниз на нас всегда. И, конечно, обидно. Но я, вы знаете, когда я видела этих женщин, у меня, потому что я знала, какое у меня будет будущее. Я всегда чувствовала, потому что я стремилась, я очень сильно хотела этого. Я всегда думала, когда-то я буду одна из вас. И теперь, когда я захожу куда-то, я вижу девушек, которые встречают теперь меня. И среди них, вы верите, даже есть те самые девушки, которые работали со мной. Да. Которые со мной стояли, но они так и стоят. Некоторые не заслужили, скажем, хорошей жизни. Потому что жизнь бумеранг, на самом деле. Чем больше добра ты будешь творить, тем больше к тебе будет возвращаться. Я очень сильно верю в это. И если человек гнилой, у него вся жизнь будет гнилой, гнилая. То есть ничего не изменится. Теперь с этими женщинами, с некоторыми из них, я дружу. Я даже представить себе не могла, тогда еще в то время, что вот эти женщины и девушки, которых я встречаю, когда-то станут моими подругами. Которые сами будут хотеть дружить со мной. Вот где вся загвоздка. Абсолютно не. Люди сами тянутся ко мне. Я очень гордый человек. Я никогда в жизни не стремлюсь к кому-то. Я могу похвалить кого-то. Я могу любить кого-то. Но я не буду стремиться, если человек ко мне не тянется. Да. И когда-нибудь напоминали или вспоминали, что вот помнишь, мы на том мероприятии. Я. Ты вспоминала сама. И не стыдно было этого говорить и признавать. Да нет, не все же они были плохие. Да. То есть не все же они так унизительно смотрели на нас. Были еще и хорошие. И некоторые хорошие и до сей день мои подруги. То есть спустя годы мы с ними подружились. Потому что большинство, я знаю, они когда поднимаются наверх. Люди не любят вспоминать свое прошлое. Честно говоря, мне кажется, что это классно, что ты именно непосредственно вспоминаешь прошлое. И людей со своего прошлого. Я горжусь всем. Я горжусь даже своими ошибками. Я горжусь, что у меня была такая тяжелая жизнь. Ну, вы знаете, каждый раз, когда я говорю тяжелая жизнь, люди думают, интересно, какой же тяжелой была у нее жизнь. Самая тяжелая, по-моему, это недохватка денег. Ну да. Когда нет денег, тебе все дается тяжело. Когда я говорю тяжелая жизнь, речь идет о деньгах. Когда их нету, все тяжело. Когда их не было, и ты представляла, что ты будешь жить нынешней жизнью. Первая вещь, которую хотела купить, что она была? Много обуви хотела купить для отца. Для себя, для отца. Купила отцу? У него сейчас, может, 200 пар обуви. И куда бы я ни улетала, я всегда покупаю обувь для отца. Вы можете спросить, почему обувь? Почему именно обувь? Может, не было. Потому что не было. Не было обуви. Потому что папа работал обычным маляром. Рабочим он был. Он ходил в одной и той же обуви. Он мог ходить три года. Рваный, грязный. Я помню, когда папа проходил с работы, когда я еще была маленькой. Я нагиналась, открывала ему вот эти услуги. Потому что он был очень уставший и так далее. Я очень сильно любила своего отца. И каждый раз я всегда думала, когда-то я вырасту, и у тебя будет очень много обуви новой. У тебя будет очень дорогая машина. Ты будешь жить невероятно. И я даже вслух говорила это отцу. А он всегда улыбался, смотрел на меня и говорит, ну, я надеюсь, да. Я надеюсь. Ну, детям же не все верят. Ну, да, конечно. Дети могут что-то. Ну, я так сильно верила и так представляла свое будущее, что у меня очень сильное притяжение. То есть, если я чего-то очень сильно хочу, это обязательно сбывается. Это относится и к людям. Ну, папе обувь купила, а маме что-нибудь? Да. Моя мама очень любит одеваться, как и я. Моя мама, бедняжка, одно и то же платье одевала пять лет на свадьбе, скажем, да. Сейчас оно одно платье на вторую свадьбу уже не одевает. Не одевает. Да. Потому что я, даже я не хочу, чтобы это было. Потому что они столько всего увидели плохого в жизни. Как будто бы Бог дал мне, меня подарил им как подарок, да. Я человек, который изменил жизнь своих родителей, всей своей семьи и всех своих родственников на 180 градусов. Гордятся, наверное. Конечно. Благодарны, это самое главное, мне кажется. Главное, чтобы благодарны были. Или не совсем. Люди думают, что это так и должно быть. А я привыкла к этому уже. Вот в течение десяти лет, с того дня, как моя жизнь изменилась, я навидалась очень многому. Я даю палец, я чуть не теряю руку. То есть они считают, что это так и должно быть? Да. Это все так легко получится? Да. Да. Так и должно быть. Я обязана. Но ты ценишь, что... Я не говорю о своих родителей, и для них я реально обязана. Они мне жизнь дали. Я очень сильно люблю своих родителей. Несмотря на то, что мы никогда не дружили. С отцом у меня были нормальные отношения, но с матерью мы никогда в жизни не дружили. Но она была хорошей матерью. Она просто была типичной азербайджанкой, с типичными... Ну да, со своими уставами определенными. Которые она считала, что так сделаешь, что скажут. Да. Как на это посмотрят, стыдно. Да. Скажет того-то дочка. Но это в Баку до сих пор есть. Она никогда не одобряла мои решения. Это до сих пор. И значит, наверное, на момент, когда ты... А не знали, что ты моделью вообще работаешь? Нет, не знали. Даже это я скрывала. А когда узнали, что было? Они узнали, они как-то увидели меня по телевизору, скажем. И у них был сюрприз. Да, у нас был скандал дома. Был скандал из-за того, что не сказала им. Не выгнали из дома ничего? Нет. Я сама уходила из дома. Мои родители никогда не выгоняли меня. А почему уходила? Они бы не смогли выгнать. Они, наоборот, дверь закрывали, чтобы я не уходила. Ты не уходила? Нет. Конечно. Но я сама несколько раз уходила из дома. А причина какая, если не секрет? Всякая. Вот, допустим, когда узналась, что я модель, они не смогли, не могли, они начали кричать на меня, ругаться со мной, что это такое, что это за газобразие. Для них работа модели это была как работа девушки легкого поведения. Да. Это было очень непрестижно. Ну да, что люди бы сказали. Ну, это до сих пор, по-моему, так у нас. Да. К этому серьезно не относятся. Может, в Голливуде, наверное, как-то на это более серьезно смотрят. Но у нас в Баку, к сожалению, многие должны профессии, не только модель. Не имеет значения. У нас, да. Чем ты занимаешься, на самом деле, если ты человек, если, допустим, женщина легкого поведения, скажем, она может быть в любой сфере. В сфере, сто процентов. Совсем иное значение, кем она работает. Это сто процентов. Ну, так сейчас и происходит, в общем-то. Я вчера буквально на твоей страничке один пост наткнулась на него. Он был что-то про безответную любовь, по-моему, или про то, что мы не можем с кем-то быть. Что-то такое. Не помню точную фразу, но помню, что контекст был такой. Это означает, что была безответная любовь или это просто статуса, который ты под фоткой ставишь? Абсолютно нет. У меня вообще никогда, слава богу, не было. Не было? Не было никогда в жизни безответной любви. Почему? Потому что я влюбляюсь, когда любят меня. То есть мужчина, да, я не могу любить безответно. Это вообще не мое. Потому что, в первую очередь, я очень сильно люблю себя. Это важно. Да. Вообще самоуверенные женщины не могут любить безответно. Не умеют. Это дело для слабых женщин, мне кажется. Я влюблялась дважды, до замужества. И первый, и второй, скажем, и первый, и второй был ответ. Как это правильно сказать? Да, наверное, ответная любовь была. Или как? Взаимная любовь. Взаимная. Однозначно. Я влюбляюсь только в том случае, когда любят меня. Меня должны любить. И не на словах. Должны доказывать. На поступках. Иначе вряд ли кто-то сможет вообще завоевать мое сердце. Я очень сложный человек по натуре. А почему эти первые два? Первые два раза не получились. То есть браком не закончились. Потому что это твой первый брак, по-моему, насколько я знаю, ныне что. Да. Это и к этому мы перейдем поближе. Сейчас попозже перейдем к этому. Первые два. Почему замуж не вышло? Почему жизнь вместе не построили? Какие причины на это были? Они что-то не то сделали? Или просто не судьба, как наши любят говорить, во что я не верю? Характером не сошлись сказать. Не сошлись характерами. Когда-нибудь вспоминала вообще? Было сложно на самом деле. Любовь была бурная. И спермы со вторым. Но было очень сложно. Родители или какие-то другие причины были? Нет, они просто были женатые. И из-за этого, в общем-то, и не получилось, скажем так. Да. А вообще, когда ты начала встречаться, ты знала, что они были женаты? Или они это скрывали? Потому что большинство мужчин сейчас так и делают, в общем-то, в наше время. Я бы в такого мужчину вообще не влюбилась. Я очень люблю честных, мужественных мужчин. Это, правда, большая редкость. Но бывает. Есть, конечно, такие. Нет, никто от меня ничего не скрывал. Но, вы знаете, любовь, она не всегда проходит. И вы можете влюбиться в того, кого не надо. Как раз таки вот тогда, вот тогда она бывает такой безумной, безбашенной любовью. Когда все ладно, все шикарно, любовь это... Любовь есть, да, но она не бывает такой бурной, скажем. Я не знаю, как правильно описать эти чувства. Наверное, запретный плод сладок, может быть так? Да, наверное. Говорят, что такое любовь. Это химическое притяжение. Ты видишь человека, и у тебя внутри что-то бурлит. Ты чувствуешь, что тебя к нему тянет. Бабочками ты это начинаешь. Ты же не чувствуешь это к каждому. Или не каждый же мужчина чувствует это к любой женщине. Нет. А когда вот она приходит, ты уже не можешь сказать себе, нет. Любовь это единственное, когда ты просто теряешь свою голову. Понимаешь? И тогда ты не думаешь, это правильно или неправильно. Ты просто живешь на тот момент. Потому что от этого тебе хорошо. Вот если ты тогда, в общем-то, из твоих слов получается, ты голову потеряла, скажем так. Наверное, была еще молодая. Я люблю терять голову. Ну да, в этом все веселье происходит, в общем-то. Да, я живу моментом. Я живу моментом. Я не живу будущим, я не живу прошлым. Я живу моментом. Если на тот момент мне хорошо, я это делаю. А были обещания именно с их стороны, что мы оставим жену, мы женимся? Нет-нет-нет. Я наоборот, я бы была против этого. Я бы сама пошла против. Я просто, мне было хорошо. И все? И все. А жены там знали, интересно? Нет. Не знали. Мне кажется, честно, это и есть хорошо, Диана. Мне кажется, за свое прошлое смущаться не нужно, потому что это определенный опыт. Абсолютно. Это лучше, чем говорить, обманывать, скажем. Лучше говорить горькую правду. Чем сладкую лучше. Чем сладкую лучше. Наверное, поэтому... Я хочу, чтобы люди меня принимали такой, какая я есть, с моими ошибками. Я не говорю, что я сделала правильно, что я делала правильно, у меня была правильная жизнь. Но я это я. То есть я это уже сделала. И все. А вы когда с супругом познакомились, ты уже была, наверное, сингл, как говорится? Конечно. Я была сингл. И тогда он был в браке или он не был в браке? Он был в браке. Как я его уже и отметила, всю мою жизнь меня преследовали женатые мужчины. Я не знаю причину, но... С третьего раза, скажем, у меня получилось. Бог любит троицу. Да. И сколько вы встречались с супругом на тот момент, когда вы уже поженились к тому времени? Мы встречались с ним три месяца. И через три месяца я уже понимала, что человек хочет видеть меня каждый день. И он сам сказал мне, что он уже не может жить без меня и хочет жениться на мне. У вас официальный брак или нет? Официальный, конечно. В Баку или в другой стране? В Баку. Потому что, видишь, мы рассеиваем слухи, потому что большинство... Кто-то думает, что это не официальный брак, кто-то говорит гражданский брак. Вот поэтому это, в общем-то, интервью для того, чтобы люди узнали правду. Потому что не каждый так откровенно скажет про свое прошлое, не каждый так откровенно признается во всех своих ошибках или не ошибках. Я не сказала бы это ошибки, это опыт. Это то, кем мы стали сейчас благодаря этим ошибкам, если их так называют. Все люди ошибаются. Абсолютно. Главное не ошибиться в одном и том же несколько раз. Можно делать ошибки в разных вещах, но если в одном и том же ошибаешься, тогда ни к чему хорошему это не приведет. Это, наверное, более глупость уже бывает. Это тупость. Да. Здесь человек не учится. На своих же ошибках. Подожди, посмотрев эту программу, люди могут сказать, что два раза она наступала на грабли того, что с женатыми это тяжело. А третий раз, это что было? Это опять-таки тоже любовь была, скажем так? Или это просто ты считала мне хорошо и все равно, что происходит дальше? Вы уже, наверное, знаете, мой муж намного старше меня. На сколько лет еще не секрет? Это я впервые сейчас скажу. Да? Это все всем интересно. Сказать или не сказать? Скажи, скажи, на сколько лет. У нас 35 лет разницы. Это большая. И вот с этим как живется? Вот мне интересно, чувствуется разница именно в плане? Потому что бывает, что человеку может быть 50, он чувствует себя на 25. Человек может быть ему 25, а он будет чувствовать себя на все 60. Вот есть трудности именно в том, что такой большой? Вы знаете, если я скажу нету, я просто совру. Есть все-таки. Конечно. А в чем именно вот эта трудность заключается? Во-первых, хочу сказать, абсолютно все, то есть общество считает, что я вышла замуж ради денег. Хочу отметить одно. Если бы у человека не было доброго сердца, если бы он не был хорошим человеком, я бы никогда в жизни не продала себя ни за какие деньги. Зачем калечить свою жизнь ради денег? А если бы давай так поставить. У него большое сердце, ну это, в общем-то, город маленький, все-все знает, в общем-то. Доброе сердце, но если вдруг у него бы не было состояния содержать себя на том уровне, на котором вот сейчас, смогла бы за такого быть замуж? Ты имеешь в виду за такой разницей возраста? Дина не в разнице возраста. Он добрый, он отзывчивый, он тебя любит, но он не может тебе подарить всех благ, тех, которые ты имеешь сейчас. Ну, например, хороший дом, хорошая машина. Сейчас я скажу. Я бы не вышла замуж за человека, за мужчину, который ничего не добился в своей жизни. Я люблю мужчин, у которых есть определенный статус, которые добились в своей жизни чего-то. Потому что я несколько раз видела и в лайфе, и в комментариях спрашивали, что Диана, между любовью и деньгами, что бы вы выбрали? Конечно, деньги. Почему? Потому что деньги решают все. Деньги это власть. Чем больше они есть, тем сильнее ты. И для меня в жизни самое важное, как и для всех людей в мире, это здоровье. На втором месте у меня деньги. Потому что я видела и плохую жизнь, то есть у меня ничего не было. И я видела и хорошую жизнь. Когда я пришла к этой хорошей жизни, когда я могу позволить себе абсолютно все, я начала понимать, что деньги это самое мощное средство, которое делает тебя счастливым. То есть можно приравнять счастье к деньгам? Абсолютно. Дарить счастье делает тебя счастливее. И я дарю людям счастье. Деньги не только делают меня счастливой, не только я счастлива, потому что я могу позволить себе все, купить все там, все, что я хочу. Потому что с этими деньгами я делаю людей счастливее. Своих родителей, родственников, людей, которых я даже не знаю. Потому что я делаю немало добра. Я содержу несколько бедных семей. Я скажу, как это будет. Благодарительность? Да. Я сама один раз видела, мне кажется, я сейчас это всем рассказываю. Один раз с Дианой, помнишь, приехали с тобой в салон один. Там был бедный человек или он стоянщик был, я не помню. Тогда мы даем сколько стоянщиков? Монат, два, если там кого-то очень хорошо знаем, пять максимум. Когда я увидела, что тут двадцать дала, для меня, честно говоря, был этот шок. Я когда пришла, я говорю, девочки, это правда. Помните, один раз ты стори перепост сделала. Там девочка видеообращение сделала, что я только что видела Диану Хануму, и она дала бедному человеку столько, 100 монат было. Я, честно говоря, подумала, наверное, это какой-то пиар. Ну, потому что я в пиаре работаю, мне всегда все кажется, что все вокруг пиара крутится. Нет, я этой девушкой даже не знаю. Да, и когда я увидела, что ты постороннему человеку, который смотрит за машинами, даешь двадцать монат, мне кажется, это не так было дано, что возьми и только уйди, да только не приставай. А именно вот с добротой видно было, что он на тебя смотрел с такой искренностью, что... И счастье, да, это счастье было для него. Конечно. В день за, грубо говоря, одну или две машины, наши две машины было получить двадцать монат, для многих это большое счастье. И когда говоришь о благотворительности, я в это верю. А не бывает так, что вот ты чувствуешь, что тебя из-за денег используют твои близкие или друзья? Конечно. Друзья нет, потому что у меня очень узкий круг друзей. Очень многие хотят дружить со мной, но я не подпускаю никого близко, потому что я чувствую и человек, который сразу чувствует фальшь. Я чувствую, когда люди... Я понимаю, почему люди некоторые тянутся ко мне, чтобы приблизиться к какой-то, ну, как бы с какой-то целью приближаются ко мне. У меня, в общем, очень узкий круг друзей. Я их очень сильно люблю, они как часть моей семьи. А близкие бывают, что из-за денег? Так, у тебя тут друзья нет, а близкие? Ну, то есть, потому что у нас бывает так, что если человек состоятельный, с ним многие дружат или общаются, или находятся в близких отношениях из-за денег. А потом мы часто видели, когда человек падает с вершины вниз, уже никого рядом не остается. Да, это правда. Дело в том, что 80% моих друзей из моего прошлого. Тогда у меня не было ничего. Мы вместе ходили по дешевым забегаловкам, скажем. У нас не было денег там ходить по дорогим ресторанам. У нас были моменты, когда мы выбегали с задней двери автобуса. У нас не было даже 20 копеек заплатить за проезд. Да, за проезд. И эти же друзья сейчас рядом со мной. Теперь у меня есть все. И я им помогаю, как могу. И даже больше, чем я могу. За то, что они с того времени со мной. За то, что они такие верные. За то, что они меня любили тогда, когда у меня не было ничего. И сейчас продолжают любить меня. А вот бывало что-то, что тебя могло сломить. То есть, какое-то происшествие, которое могло довести до слез. Потому что Овнов тяжело довести до слез. Очень. Я почти не плачу. Вот. А было ли такое, что настолько сломило, что уже после этого твое мировоззрение, твое отношение к жизни поменялось? Потери бабушки. Когда это было давно? Несколько месяцев назад. Всего лишь. Я об этом даже не говорила никому. Просто, ну, люди могут подумать, да, подумаешь, бабушка. Пожилой была, умерла. Она была ближе, чем моя мать ко мне. То есть, как будто бы я потеряла свою маму. Она, наверное, была единственным человеком, который поддерживал меня во всем и даже прикрывала меня. Ты, наверное, с ней всем делилась скорее всего. Да, абсолютно. Поэтому настолько близкая была. Мамина мама, да? Мамина. Ну да. Они всегда больше поддерживают. Ближе бывают. Это единственный момент, когда я ее потеряла. Это не то, чтобы... Я никогда в жизни не забуду эту боль. Потому что мало того, что я ее потеряла. Мне было больно от того, что меня не было рядом с ней в этот момент. Я была в Стамбуле. И ты оттуда вернулась в Баку? Я вернулась, да. Я вернулась, конечно, в Баку сразу же. Я, зная, что ей не хорошо, я полетела. Просто я себя ненавижу только из-за того, что я полетела. Мне надо было остаться и дождаться. Быть просто рядом. Это единственная боль, которую я никогда в жизни не забуду. И это единственное, за что я себя ненавижу. Не, я думаю, не стоит. Может быть, тебе просто казалось на тот момент, что пожилой человек плохо себя чувствует. В общем-то, у меня тоже такое было. Я поэтому понимаю, о чем речь идет. То есть кажется, что сейчас поболеет, потом выздоровеет. Да, это самообман. Это да, бывает такое тоже. Мы все можем иногда обманывать. Мне кажется, понятно, потерять близкого человека вообще тяжело. Особенно, который тебя поддерживает. Для меня это тоже всегда кажется, что это... Наверное, больнее этого ничего быть не может. Нет. И в этот момент деньги уже не помогут, мне кажется. Это то счастье, о котором мы говорим. Этого быть не может. Диана, ты же сказала, что вы с супругом 3 месяца встречались. И потом решили пожениться. Между этим, наверное, там развод должен был быть между супругом и его уже бывшей супругой. Скажем так. Как на это отреагировала она? Тяжелый ли период был? На самом деле нет. Сейчас объясню почему. Потому что у них и так все было нехорошо. То есть они в доме шили как два чушьих людей. Посторонних человек, скажем так. Посторонних, да. Как два посторонних людей. И у них и так все было не ладно. И я как будто бы дала некий... Толчок. Некий толчок, да. Он просто увидел во мне счастье. И на самом деле я даже не знала, что все дойдет до этого. Потому что я думала, когда мы с ним познакомились, я думала, ну человек богатый. Наверное, ну скажем, хорошо. Я девушка, которая ему нравится, понравилась. И погуляет, скажем, со мной несколько месяцев. И все. И я даже не знала, что все будет так, все дойдет до этого, что все будет серьезно. И когда он сказал мне, что он хочет жениться на мне, у меня был некий шок. Потому что опять-таки повторяюсь. Я думала, в один день я ему, наверное, просто надоел. Надоел. Как очередная, скажем, красивая кукла. И скажет, давай, ну все, попрощались, допустим, да. И следующее. Ну, на самом деле, человек, то есть мужчина влюбляется не во внешность. То есть первое, что он видит, это внешность. Но внешность когда-то надоедает, если нет души. Сто процентов. И я никогда в жизни не надеялась на свою внешность. Никогда. Я надеялась на свой характер, на свою душу. На то, что я такая, какая есть. Я не притворяюсь. И все это он увидел во мне. Поэтому он решил связать свою жизнь навсегда. С тобой. А супруга как к этому отнеслась ему? То есть было то, что она тебя не любила, ненавидела? Нет. Палки в колеса. Абсолютно нет. У нас были, то есть у нас с ней даже не было никаких разногласий. Когда он пошел, скажем, поговорил со мной и пошел домой. Сказал ей обо всем. Сказал, что хочет развестись. И есть, скажем, девушка, в которую он влюбился. Она абсолютно спокойно и тихо приняла это. И у нас с ней замечательные отношения. Мы переписываемся. Я могу вам показать даже нашу переписку. Даже так. Даже ее голосовые, которые она мне отправляет. Я тебя люблю. Ты невероятный человек. То же самое и я ей говорю. У нас хорошие отношения. Ненависти вообще не было. Абсолютно нет. Потому что это редкость большая сейчас. Потому что обычно две жены враждуют постоянно. Поэтому это интересно. А как познакомились с ней? Потому что первое, наверное, самое страшное бывает. Ну, мне так кажется. Когда ты видишь бывшую супругу, этот барьер. Как это произошло? Где встретились? Где познакомились? Как она... Ну, наверное, вот эта энергия какая-то. Прошло несколько лет. Да. Долгое время мы вообще не видели друг друга. Прошло несколько лет. Муж заболел. Попал в больницу. Ничего серьезного, слава богу, не было. Она пришла в больницу навестить его. И там мы с ней встретились. Была абсолютно такая хорошая, теплая встреча. Теплые отношения. Поцеловались, обнялись. И с того времени, скажем так, она начала спрашивать у меня о нем. И так далее. И пошло-поехало. То есть все было хорошо. То есть супруг с бывшей супругой, значит, до сих пор теплые отношения поддерживают. Так получается. В смысле, он, наверное, поддерживает их как-то определенным образом. Ну, редко, да, конечно. Но они прошли вместе 18 лет. Это не маленький срок, конечно. Это не мало. Конечно. И сколько там детей? От второго брака у него нет детей. Дети от первого брака. Это его второй брак был, о ком мы сейчас говорили? Я его третья. Бог любит Троицу. Здесь с двух сторон было Бог любит Троицу. Да. Это интересно. А от первого брака трое детей? От первого брака трое детей. Его дочка старше меня на 10 лет. А-а-а. То есть они очень большие, взрослые. Даже сыновья намного старше меня. И у нас шикарные отношения. Тут уже недавно, по-моему, даже на свадьбе были. Ну, мы видели по сторису. Да, это была свадьба его второго сына. И все вместе, дружно и спокойно. Абсолютно. И то, что папа с другой супругой. Вообще, родителям, детям все такое. Дети классные тоже, значит. Абсолютно. Они очень современные. И они уважают решение своего отца. Потому что слово отца для них закон. Они уважают и любят своего отца. И мне кажется, вообще все должны уважать чужие жизни. Человек сам решает, как ему жить. И никто никого не заставляет и не принуждает. И никто никого, да, не принуждает ни к чему абсолютно. То есть мы сами решаем, как нам жить. И чужим от нас остается только лишь уважать. Ну, это да. Уважение, мне кажется. Да. Уважения в этой семье достаточно много, скажем. Поэтому мы шикарно, очень хорошо дружим с его детьми. Дубай, это мой второй дом, как вы уже знаете. Причиной является то, что его дети, братья, сестра, мать, когда была живой, здоровой. Все они живут там. Поэтому мы постоянно уезжаем в Дубай и так далее. То есть, хочу сказать, у меня с его детьми, с его первой и со второй женой шикарное отношение. С двумя женами даже. Супер. Мне кажется, это большая редкость сейчас. Все праздники мы отмечаем вместе. У нас одна большая семья. А если вернуться именно к разнице в возрасте, то, что мы говорили. Какая трудность именно, вот самая трудная, что... Ты чувствуешь вот эту 33-35 лет разницу, да? 35 лет разницы, это сегодня. На свет вышла цифра. В чем чувствуется это? Например, хочешь выйти куда-то, он не хочет. Или вот больше всего в чем это ощущается? Ну, ты сама понимаешь. Ты уже правильно отметила. В том, что человек уже с возрастом, ему бывает неохота делать некоторые вещи. Но у меня все наоборот. Я чересчур энергичная. И мой муж любит меня такой, какая я есть. Он всегда поддерживает меня во всем. И он никогда в жизни не пытался каким-то образом поменять мой характер. Никогда. Он сам, скажем, может быть и особо не гуляет со мной, но позволяет мне хотя бы отдыхать и увидеть мир. И очень много путешествовать. У тебя есть один сын. А если была бы дочка, и она бы 18-20 лет, 25 лет пришла бы и сказала, мама, я влюбилась в мужчину, который намного старше меня, разрешила бы? Не то, что разрешила бы, одобрила бы ли это. То есть, именно пройдя через это, ты как мать бы сказала, что доча, лучше не надо, потому что я через это прошла, я знаю. Или бы сказала, это твоя жизнь и живи как тебе хочется. Мне кажется, даже с сыном я тоже самое сделаю. Если он придет в один день и скажет, я женился на женщине, она старше меня на 10 лет, я никогда в жизни против не пойду. Я сторонница того, чтобы люди учились на своих ошибках. И если он спустя время поймет, что это ошибка, он сам уйдет от нее. А то, что я буду идти против него, ничего хорошего я этим не добьюсь. Пусть он сам учится на своих ошибках. А может, это будет не ошибкой. Да, может быть. Никто не знает. Поэтому лучше не вмешиваться. Даже если это ваш ребенок, лучше не вмешиваться. Допустим, моя мать, мои родители, когда они узнали, что я хочу выйти замуж за человека, который старше меня на 35 лет, у них был просто невероятный шок. Они, конечно же, это не принимали. Они, конечно же, пошли против всего. И я ушла из дома. Ради супруга своего? Да, конечно. И сколько они разговаривали, не общались с родителями? Понимаешь, мои родители очень привязаны ко мне. Они долго не могут без меня. Поэтому через неделю мама сама позвонила. Мне сказала, приходи, поговорим. И она знает просто, какая я настырная. Если я что-то хочу, лучше против меня не идти. Потому что все равно я сделаю свое. Поэтому она это, видимо, за эту неделю поняла. И я пошла к ней домой. Она вся отекшая, глаза отекли такие. Сколько? Целую неделю плакала. Да, было сложно. Я захожу домой и говорю, если будешь плакать, я ухожу. Если будешь говорить как человек, я остаюсь. Говорит, садись. Я села, объяснила ситуацию. Я говорю, человек такой-то добрый, хороший, невероятной доброты. Просто они не знали просто, какой он человек. Понимаешь? Когда ты не знаешь человека, ты думаешь только о плохом. Моя дочка выйдет замуж со какого-то человека, который искалечит ей жизнь. А когда... Сейчас, конечно, они невероятно хорошо дружат. И, слава богу, все хорошо. Опять-таки, я говорю, все в наших руках. Я сделала так, что я дала шанс, скажем, им узнать друг друга. И теперь как бы спустя годы ты понимаешь, что ты неправильно просто сделала. Я имею в виду, я говорю о своей матери. Теперь она сошалеет о том, что она шла против всего этого. Изменялась когда-нибудь? Она никогда в жизни не изменялась. Она очень горлый человек. Она лев, кстати. Да. У нее гордыня просто не позволит, чтобы она извинилась передо мной или вообще перед кем-то. Но она понимает, что она ошибалась. У всех много интересующий вопрос, на который ты раз в 20 отвечала в своих лайфах. Но чтобы это запечатлилось, память осталась у людей. Где вы с супругом познакомились? В лифте. И вопрос, который после этого я всегда читаю, комментарии, что там дальше идет. Диана Хану, в каком лифте вы познакомились? Вот про это я не скажу. Какие лифты? Это наш секрет. Чтобы потом в этот лифт никто не пришел и не нашел свое счастье. Да. Правильно. Диана, все знают, что достаточно популярная личность сейчас стала. Я вот когда этого рассказывала, что... Ну, я узнала Диану, когда открыла свой бренд в Порт-Баку. Это вызвало ажиотаж, и всем было интересно. А супруг как относится к такой популярности? То, что тебя на улице узнают там... Я знаю, многие хотят фотографироваться даже. Да. Как он на это все смотрит? Ему приятно. Мы даже, когда выходим куда-то в ресторан, правда, такое бывает очень редко в Азербайджане, но бывает. Ко мне подходят каждый раз хотя бы двое, хотя бы как минимум. И он просто со стороны смотрит и улыбается. Нечего сказать. Радуется. Радуется, да. Ему приятно. То есть он абсолютно не против всего этого. Он просто человек, который становится счастливым от того, что его любимая женщина счастлива. Счастлива. А почему редко выходите вместе? Ну, по ресторанам. Вместе мы выходим нередко. В ресторан. В Баку. В Баку особо, да, редко. Я настолько люблю свой дом, что даже мне не хочется выходить отсюда куда-то. Даже своих друзей я принимаю в основном дома у себя. То есть мне больше нравится сидеть дома, когда я в Баку, нежели выходить и сидеть где-то и видеть неприятные, скажем. Ну, взгляды, разговоры и так далее. А вот очень часто бывает, ну, этот вопрос мне тоже часто задавали именно про тебя. Фотографии они, ну, их не назовешь откровенными, это стиль одежды видно или поза такие, да. Всем кажется, что это откровенно, но я по-другому тебя уже даже не представляю. Она это как супруг смотрит. Он вообще инстаграм видит или вообще пользуется этими супругами? У него нету, конечно, инстаграма, но он же видит, как я выхожу из дома и он знает, как я одеваюсь. Он очень современный человек, очень, поэтому... И к этому всему спокойно относится? Абсолютно, абсолютно. Ему, если я в один день пройду и скажу, ты знаешь, я хочу покрыться, он просто сойдет с ума от этого. То есть ему не нравятся такие женщины. Ему, наоборот, нравятся женщины, которые привлекают внимание, скажем, красивые. Ну, женщины, которые умеют красиво одеваться и так далее. Это не каждый мужик. Он очень современный человек. Мне очень повезло с ним. А если говорить про детей? Ну, как я уже до этого сказала, Мухаммед единственный пока сын. И мы все знаем, что он... Первый его язык был испанский. Почему испанский? Почему выбор пал именно на испанский? Не форситский, не азербайджанский? Да. Потому что все знают о моей страсти к испанскому языку и вообще к Испании, к культуре, к их культуре, ко всему, к музыке. Я очень люблю испанский язык. Это моя страсть. Когда я слышу, когда рядом говорят на испанском, у меня внутри что-то происходит, что-то... Какой-то ураган, знаешь, будет. Когда я еще была даже не замужем, я всегда мечтала, я всегда хотела и всегда думала, что когда у меня будут дети, они будут говорить на испанском. Когда я еще даже забеременела, я уже начала искать няню. Когда Мухаммед только начал говорить, ему даже годика не было, у меня уже была няня. То есть я нашла ее с Барселоны, провела. И вот четыре года как, да, она с нами живет, и Мухаммед невероятно хорошо говорит на испанском. Это его первый родной язык. А супруг к этому как относился, что первый родной язык не его, а даже не азербайджанский, не русский, а именно европейский, скажем так? Да. Потому что мой муж вообще очень человек, который уважает мое мнение, мои решения. Он верит в меня, он знает, что я ничего плохого в плане своего сына я не сделаю. Он тоже согласился, и ему тоже, кстати, нравится этот язык. И когда я ему еще сказала, что испанский язык это второй язык по миру, это первый, это мандарин, потому что население очень большое. Большое. А второй язык, почему-то все думают, что это английский, но нет. Это испанский язык многоговорящих людей по всему миру. То есть большинство людей говорят на испанском. Говорят на испанском. Третий это английский, да. А когда Мухаммед вырастет, кем бы ты хотела, чтобы он стал? Ну, у каждого родителей есть желание. Там медик, я не знаю, юрист, инженер. Ты кого видишь Мухаммедом? Я хочу, чтобы у него была веселая жизнь, чтобы он по жизни всегда веселился, чтобы у него не было грусти и печали. Я хочу видеть его на сцене, я хочу, чтобы он пел. Он может заняться каким-то бизнесом, допустим, это отдельное дело, но я не хочу видеть его инженером, врачом и так далее. Для меня это все скучно. Ну, вот Мухаммеду уже пять лет и первый ребенок, дай бог, еще не последний. Но фигура нереальная и всех, естественно, интересует, как возможно родить ребенка и выглядеть так безупречно. Расскажи секрет нам, может, мы тоже используем или нельзя этот секрет раскрывать? Нет, почему нельзя? Я даже про это посты писала и периодически то, что я ем, фоткаю и ставлю, чтобы девочки понимали, как я питаюсь. Во-первых, самый большой секрет. Нужно пить очень много воды. Говорят, я не могу пить воду, надо заставлять себя, на самом деле. Иногда мы делаем то, что приходится просто делать ради себя же. Потому что вода – это ускоритель метаболизма. Чем больше воды вы будете пить, тем лучше у вас метаболизм будет работать и целлюлита у вас не будет. Дело ведь не только в фигуре. Может быть, девушка очень худая, но у нее полно целлюлита, допустим. Или просто худая, как бревно. Для всего этого, чтобы быть в хорошей форме, помимо воды, нужно хорошо питаться и заниматься спортом. Это обязательно. Ты, по-моему, когда родила Мухаммеда, ты говорила, что, по-моему, плюс 80 было, да? Но я весила 55. До беременности? До, да. А после? После я была 80. 80. И как? Я поправилась на 25 кг. И за сколько времени смогла спуститься? За 6 месяцев я делала каждое утро кардио на голодный шелудок. Целый час я бегала, да. За 6 месяцев я опять стала не 55, но я стала 58. Сейчас мой вес 63, я очень рада этому. Потому что 55 я была очень худой. А мне не нравятся очень худые девочки. Мне нравятся формы, чтобы у женщины были аптитные формы. Ну да, это немаловажно. Расскажешь про гормоны, то, что мне рассказывали, это нельзя. Могу рассказать, по принципу. Если меня не посадят. Мне просто интересно, потому что мне лично, когда мы с тобой общались, ты рассказывала, что когда ты родила, была уже не в форме на тот момент. Ну, что нормально. После беременности у многих так бывает. И насколько я знаю, какие-то препараты, гормоны или что-то такое. Что это было, какой эффект это был? Могла бы ты посоветовать девочкам этим пользоваться? Нет, конечно же нет. Потому что у меня пошел гормональный сбой. Дело в том, что я хотела быстрый результат. Я смотрела на себя в зеркало, и мне было настолько тошно от того, что я вижу в зеркале. На отражение себя смотрела, и было реально неприятно. Я сказала своему тренеру, что я хочу похудеть и накачаться, скажем. Он мне сказал, если хочешь быстрый эффект, то можем принимать гормоны роста, пептиды и так далее. Я сказала окей. Было сказано, что никакого вреда не будет абсолютно. Они, наоборот, омалашивают кожу и так далее. Даже так? Да. Ну, я экспериментировала на себе и никому больше никогда в жизни не советую. Потому что у меня пошел гормональный сбой. Я очень долгое время лечилась. Эффект я увидела. У меня были, то есть, если человек занимается два года, три года усердно, я вот этот эффект получила за шесть месяцев. Да. Конечно, там не только колешься и занимаешься так, чтобы... Потому что одними уколами ты не добьешься ничего. Плюс ты должна хорошо питаться, очень много кушать, вот смотря, конечно, что. И заниматься, поднимать тяжелые веса, чтобы мышцы росли. Без этого всего одними гормонами ничего не добьешься. Помимо спорта и питания, то, что, конечно, это все помогало привести себя в прежнюю форму, скажем так. Были какие-то хирургические вмешательства? Нет. Абсолютно нет. В плане того, что всех интересуют идеальные формы. И всем кажется, что когда у тебя идеальная фигура, значит, там обязательно где-то нож, скальпель пробегал мимо. Потому что людей это успокаивает, понимаете. Человек, если не может чего-то сам добиться и видит на другом, он всегда ищет какие-то оправдания или какие-то... Выдумывает какие-то сказки, чтобы ему самому было легче от этого. Понимаешь? Потому что сам же человек не может этого сделать. А видишь, на другом есть, на другой есть, допустим. И ты начинаешь выдумывать сказки, что она сделала то, она сделала это. Но это по поводу фигуры. А если про лицо брать, там тоже не было никаких хирургических вмешательств? Конечно, было. Я же рассказывала. Были? Я попросила этот момент. Какие хирурги? Ну, если не секрет, естественно. Я два, что делала. Нос. Нос. Ну и, наверное, уколы, как все его, в общем-то, сейчас делают. Конечно. Губы, филлеры и так далее и тому подобное, да. Потому что больше, конечно, фигура интересовала именно, вот как можно добиться таких идеальных. Но то, что сейчас осталось, это все еще результаты гормонов или гормоны уже сошли на нет? Конечно, гормоны уже сошли на нет. Но я на нет, но я же продолжаю заниматься. Спорт сколько раз в неделю? В неделю четыре раза. У меня два раза низ, два раза вверх. Я поделила на две части. По сколько часов? По два часа, два-два с половиной часа. Утром или вечером больше бывает? Я стараюсь ходить утром рано, чтобы людей не было в зале. Ну да, это намного удобнее, мне кажется. Да, потому что с людьми я не могу заниматься. И я заметила, что нереальные украшения. В общем-то, как и всегда, но эти больше меня привлекли. Ты сама заказываешь себе какие-то или же это какой-то определенный бренд, который ты постоянно носишь? Да, я покупала это все здесь, в Баку, в Азербайджане. У нас есть дистрибьютор. Это турецкий бренд Begades. У нас здесь есть, могу сказать, даже то, чего я не могу найти в Турции. То есть у них есть достаточно очень много моделей этого бренда. А ведь с прошлого, 10 лет тому назад, внешность была чуть-чуть другая. Ну, как ты говорила, там фигура чуть другая была. Нос до этого не был сделан, там никаких хирургических вмешательств. После того, как вот это все поменялось, ты стала себя увереннее чувствовать? Тебе это не нравилось, поэтому это все менялось? Ты знаешь, уверенный человек по-всякому уверен в себе. Женщина уверенной становится с мужчиной. А ты мне скажешь, а если бы ты узнала, что супруг изменил? Ну, супруг, на данный момент супруг, во время того, что ты уже замужем. Да. Ты бы смогла бы это простить? Если речь идет о физической измене, то да. А если о моральной? Моральная измена, это значит, что человек уже разлюбил тебя. Потому что моральная измена, это что? Это когда у мужчины на стороне есть любовница. Постоянная. Постоянная. Который он, скажем, любовница, это от слова любовь. Понимаете? Если у мужчины есть любовница, то он однозначно любит свою любовницу, а не жену. Жену он может уважать, жену он может любить как родного человека, как часть семьи. Но о той самой любви и страсти, которую испытывает мужчина к женщине, и речи уже не может идти. То есть, если это было бы физическое, просто один-два раза, то неважно. Да. Физическая измена для меня вообще не считается измененной. Потому что некоторые женщины со мной не согласятся в этом смысле. Потому что они даже меня осуждают. Некоторые женщины осуждают меня в том, что почему вы говорите, что физическая измена простительна. Ведь если человек любит, то не изменяет. Это относится к женщинам, кстати. Если женщина любит, то вряд ли она изменит. А к мужчинам это не относится. Это просто природа. Это заложено. Понимаете? Хотя бы раз в жизни мужчина изменяет в своей жизни. То есть, такое не бывает просто. Это просто сказки. И никто абсолютно не может мне сказать, что мой муж никогда мне не изменял. Может сказать женщина, которая недавно вышла замуж. Три года, пять лет. Но никто не застрахован. Никто не может сказать, что спустя пять лет, спустя десять лет мой муж до конца своей жизни будет верен. Верен. Такого не бывает. И я никогда в жизни мужчин не виню. Не осуждаю. Не осуждаю. Потому что я вообще люблю мужчин. Я всегда на стороне мужчин. Мне кажется, женщины сами теряют мужчин. То есть, мы во всем виноваты. А по поводу работы. Ты сказала, когда ты на работу выходишь, ты супругу об этом говоришь. О какой работе? Я думаю, многие даже не знают, что есть какая-то работа. Что не верят, что сама Диана может на работу пойти. Потому что я особо не рекламирую. Свой, скажем, бренд. Поэтому, может быть, многие не знают. Ну, как я сказала уже, я закончила художественную академию. Это моя профессия. Я училась на дизайнера. И с детства у меня была мечта когда-то создать свой бренд. И выпускать женскую линию, одежду и так далее. И как-то раз, на самом деле, я создала свой бренд 3,5 года назад. Ну, 4 будет скоро. И пришли мы к этому со своим мужем. Мы были на свадьбе в Лейкому, в Италии. У его друга, у сына была свадьба. И я была в платье, которое сама, в общем... Придумала дизайн. Да, придумала дизайн сама. И все женщины подходили и спрашивали, от какого бренда я одета. И мой муж смотрит и слышит все это. И он мне сказал, почему ты не берешься... Это же твое дело. Почему ты не берешься за дело? Почему ты не хочешь создать свой бренд? Я говорю, я не знаю, я что-то... Я хочу, но я что-то никак не начну. Как будто бы какой-то толчок мне нужен. Нужно было какой-то... Нужно было дать мне какой-то толчок. И когда мы возвращались, в самолете мы сидели, общались. И он сказал, как вернемся... Ну, мы уже возвращаемся. Он сказал, завтра же создай команду и открой свое дело. Мой муж дал мне толчок. И если бы не эта свадьба, может быть, до сей день у меня бы не было ничего. То есть я бы... Может быть, я бы занялась чем-то другим, но не этим. Интерес людей... Я начала... То есть я поняла, что реально то, что я сделала, нравится людям. И я решила все-таки заняться этим делом. Я вернулась. И реально через день я позвонила своей одной из самых лучших подруг, скажем. Я ей позвонила. Она училась вместе со мной. Я сказала, надо встретиться. Мы с ней встретились. И реально собрали хорошую команду. Я открыла свой бренд. В общем... И назвала в честь себя. Назвала в честь себя. Долго... Долго не думала. Долго не думала. А я также знаю, что ты еще, по-моему, книгу начала писать. Ну, ты в лайфе своем говорила. Книгу я пишу уже полтора года. Да. И когда она выйдет? Но я пишу не каждый день. Я пишу тогда, когда у меня идет вот это... Вдохновение. Да, вдохновение. Я не писатель. Я пишу автобиографию, скажем такую. А, про себя же книга. Да. Эта книга называется «История современной Золушки». Ну, да. Можно и так, естественно, ее назвать. И когда мы ее будем иметь честь прочитать? Я все еще пишу. Вот когда я буду уже готова, скажем, да. Потому что моя жизнь все еще продолжается. Я никуда не спешу. Могу через год, через два, через три, я не знаю. Дай бы, чтобы она так быстро не заканчивалась. В общем, много интересных событий было, которые ты смогла... Ну, это мемуары, я бы даже сказала больше. Ну, да, что-то такое. Мне кажется, многие девочки хотели бы вот знать именно все секреты того, как ты этого всего достигла и так далее. В принципе, я все рассказала сегодня. Ну, да. С силами мыслями. Мысли. И еще прочитать эту книгу, я думаю, ты должна туда тоже написать, как этого всего достигнуть. Потому что я уверена, что очень много девочек, и я слышала и не раз видела этих девочек, которые всегда говорят, в чем секрет этого. Я говорю, вы понимаете, секрета определенного нету. Формула нету, по которой ты можешь пойти. Да, то есть какие-то база какая-то, которой ты должна просто следовать. А в конце, если ты упертый, настырный, целеустремленный, то у тебя все получится. У тебя все получится, но на самом деле все у нас здесь. То есть наш мозг способен нам на очень многое, чем мы даже представляем. Больше, чем мы представляем, потому что силы мысли. Ну да, секрет книга. Если очень сильно притянуть чего-то, и даже человека. Я могу мечтать о человеке, допустим. Я могу влюбиться в тебя. Ты мужчина, и я тебя даже не знаю. Я влюбилась, и ты обо мне даже. Ты даже внимания на меня не обращаешь. Но если очень сильно хочу тебя, через пару, скажем, дней, недель, месяцев, все равно мы встретимся, и ты влюбишься в меня во второй раз. Вот настолько у меня мощные... У меня просто такое бывало. Надо научиться, мне кажется, нам всем. Да, у меня такое бывало. Не только в плане мужчин, но и в плане дел, и работы, и так далее. Потому что многие даже тренинги по этому поводу сейчас делают. Именно марафоны. Я никогда не слушала никого, не читала ничего. Это само все пришло. Это во мне заложено просто. Это во мне заложено. Когда-то очень-очень-очень много лет назад, когда только строили на Пальму в Дубае, показывали по телевизору. И моя мама до сих пор помнит все, и когда я ей говорю, она в слезах вспоминает. Почему? Потому что ей самой не верится, насколько я сильна. То есть я имею в виду сильна мыслями. Да. Мы смотрим там передачу, показывают проект Пальмы. Про Пальмы. Тогда мне было лет 15-16 может быть. Я так с интересом смотрю, как вообще, это же море, как они могут на воде построить остров. И они показывают виллы, но это, конечно, еще не было построено. Они только план сделали и на 3D Max показывают. Я маме сказала, мама, когда-то у меня там будет дом. Да, я так и сказала. Я Богом клянусь. Так и получилось? Так и получилось, да. Спустя, скажем, не так много лет. Лет. Да, спустя 10-12 лет. И никаких этих карт желаний и всего этого? Абсолютно нет. Я просто хотела, я просто представила, я даже дом представила, как ему будет. И когда я вошла в этот дом, я просто сказала, Диана, насколько же ты невероятная на самом деле. Я Богом клянусь. Вот это что-то, понимаете? Такой же дом, как ты и представляла. То, что я представляла. В каком, вот, прямо на берегу моря, как это все будет выглядеть. Я это все представляла. Ты представляла это один раз именно в этот момент, когда по телевизору показали или постоянно? Один раз всего лишь? Да, мне этого достаточно. Если я один раз представила, захотела и представила, что это будет, мне этого достаточно. По-другому не может и быть просто. Если я хочу, это будет или это будет? А вот сейчас, что в будущем? Может, это секрет, говорит, желание не говори. Есть что-то, что ты так же поставила, это будет? Про сына, про кого-то. Есть. И так же, вот, один раз думаешь и дальше наперед. Да, я знаю, что это будет. Я просто сижу и жду. То есть, я живу своей жизнью и продолжаю жить и жду, когда это будет. Но я знаю, что это будет. Ну, это терпение, значит, есть сидеть и ждать. Почему? Нет, всему свое время. Я ведь в пустую не трачу свое время. То есть, я живу, у меня счастливая жизнь, хорошая жизнь. То есть, ты не сидишь и не зацикливаешься на том, что когда это время придет, когда мое желание сбудется, правильно? Да. Ты просто продолжаешь жить, а когда оно сбывается, просто. Да, оно просто сбывается. И я просто схожу от себя же с ума, как... Я просто второго такого человека не знаю. Мне кажется, ты можешь уже тренинги начинать, марафоны, тренинги. Мне кажется, да. Не, на самом деле, потому что сейчас люди становятся... Я не могу просто донести до людей. Я такая, но я не могу доносить до людей. Вот в чем моя проблема. Понимаешь? То есть, я стараюсь как-то, но я не умею говорить так, как вот эти женщины, допустим. Убеждать их именно, да? Да. Мне кажется, именно твоя аура и то, как ты объясняешь, не знаю. До тебя доходит? До меня доходит. Ну, может, потому что мы оба овны, поэтому до нас это доходит. А до других? Для других, да. Ну, они все равно спорят со мной. Я же этого хочу. Я так же сильно хочу, как ты. Одним хотением этого не добьешься. А что еще нужно представлять? Надо представлять. И у тебя не должно быть ни грамм сомнений. Вот этот грамм... Портит все. Портит все абсолютно. Но вот этот грамм, никто не может справиться с этим граммом. Вот в чем проблема, вот в чем секрет. Понимаешь? Да. Им кажется, нереальные вещи им не могут казаться реальными. Они думают, что это слишком завышенное, это слишком далеко. Нету ничего далеко-далеко. Нету. У меня миллион таких историй, я могу рассказать просто. Ну, как минимум, наверное, тоже. Это я про пальму, я рассказала, это одна малейшая какая-то. Но я думаю, что не каждая девушка, даже если она в среднем достатке, может сейчас представить, что она через год, через два будет на своем самолете кататься. Потому что мы видели просто много фотографий, я по ним все это знаю. Я думаю, девушка, которая первое время работала моделью, которая мечтала на тот момент... У которой не было иногда 20 копеек заплатить на автобусы. Чтобы оплатить за автобусы. Не могла... Да. Представляла то, что когда-то она будет... А представляешь, что ты на своем самолете будешь кататься? Я знала, что я буду очень-очень богатой. Не просто богатой, а очень-очень богатой. То есть я человек, который мечтает о пике. Я никогда не довольствовалась тем, что у меня есть. Никогда. Всегда стремилась больше. Я советую абсолютно всем не довольствоваться тем, что у вас есть. Будьте благодарными. Благодарите Бога за то, что у вас есть. Но не довольствуйтесь. Ни в коем случае. Вы всегда должны хотеть большего в жизни. Если вы не будете хотеть, вы останетесь там же, где вы есть на данный момент. А ты не чувствуешь небезопасно именно тот момент, тот, что... Ну, естественно, все... Большинство благов, которые у тебя есть, это за счет супруга. Потому что он работает и так далее. А если не дай бог... Потому что я всегда представляю, но у меня супруга нет, у меня папа есть. Я всегда представляю, вдруг его не станет, как я буду жить. Вот этот момент никогда не приходилось, что если не супруг, что я буду делать. Потому что это тяжело сверху вниз спускаться. Не дай бог, естественно. Я даже не хочу об этом думать, потому что даже мысль меня пугает. Но это жизнь. Это жизнь, и я смотрю на жизнь реальными глазами. Я думаю, напоследок, естественно, огромное спасибо за... Я думаю, достаточно откровенное интервью. Многие сегодня узнают что-то новое с другой стороны тебя. Наверное, напоследок ты просто должна... Большинство женщин, наверное, интересно будет. Мужчинам глубина всего это не так интересная. Им, как мы сказали, они сначала глазами любят. А потом уже идут поглубже, чтобы понять душа, характер и так далее. А девочкам бы что-то напоследок бы сказала. А себе, может быть, что-то посоветовала бы именно... Как последний месседж для них. Если речь идет об отношениях, то не тратить себя на кого попало. Не встречаться с кем попало. И дождаться правильного человека. Того человека, который не просто на словах скажет, я тебя люблю, но и докажет свою любовь. Мужчина, когда любит, он доказывает. И опять-таки повторяю, он не отпустит никогда, чего бы там не было. Свою женщину мужчины не отпустит. Потому что мужчины... Мы женщины, мы бабы, мы влюбчивые. А мужчины нет. Они редко влюбляются. Если речь идет о большой любви, они редко находят свою. И если они нашли, они никому ее не дадут. Поэтому не верить словам пустым. А больше поступкам. Как мой муж, допустим, сделал. Он пошел против многого чего. Об этом всем я не хочу говорить. Но у нас тоже были свои сложности. А кто-то против еще был, что вы были вместе. Мы не будем спрашивать. Ты сказала, не спрашивайте о трудностях. Несмотря ни на что он... Это пусть загадкой останется. Пусть все остальные думают, что за трудности. Трудности у всех бывают. Да, у всех бывают, конечно. Диана, спасибо большое за то, что так откровенно сегодня про все рассказала. Я думаю, что многие узнали Диану с другой стороны. Узнали побольше про ее жизнь. Я думаю, что нам скажут потом, кого бы еще хотели бы увидеть в нашей программе. И чтобы мы также откровенно поговорили с ними. Не за что. Спасибо вам за то, что пришли. И мне было очень интересно с вами.